Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Ольга Павлова. Сегодня мы говорим про тренировки при повышенных сахарах. Как мы помним, при нормальных сахарах, то есть до 10, мы делаем перекус и идем на тренировку. Что же делать, если у нас повышенные сахара? Если сахар в крови умеренно повышен, то есть сахара от 10 до 13, то наша тренировка как раз снизит эти сахара до нормы. То есть при умеренно повышенных сахарах мы идем на тренировку, не перекусывая и не подкалывая короткий инсулин. В процессе тренировки сахара снизятся до нормы. Если у вас сахар умеренно повышен, то есть сахар, к примеру, 12, и у вас планируется длительная тяжелая тренировка, то есть, например, полтора-два часа бокса, либо полтора-два часа вело-тренажера с интенсивной нагрузкой, то возьмите с собой перекус. Яблоко, йогурт, кефир, молоко с протеиновым коктейлем. Главное, протеиновые коктейли выбирать безуглеводные, но мы об этом поговорим далее. Если же у нас сахар повышен сильно, то есть сахара выше 13, это сильно повышенные сахара. Сахара выше 13 очень активно повреждают внутреннюю выстилку сосудов. То есть сахар выше 13, это тот сахар, который сильно вредит нашему организму, который сам по себе является нагрузкой для нашего организма. При сахарах выше 13 на тренировку идти нельзя. То есть, чтобы пойти на тренировку, мы должны сначала сахара снизить, то есть, чтобы сахара были ниже 13, то есть мы либо подкалываемся короткий инсулин, либо принимаем сахароснижающие препараты, но обычно это все же короткий инсулин. И только после того, как сахара придут в норму, мы перекусываем и идем на тренировку. Если же вы пойдете на тренировку с сахарами выше 13, то есть, к примеру, 15-16, у нас есть вероятность уйти в кетоацидоз, это интоксикация, дальше может быть кетоацидическая кома, либо гиперосмолярная кома. То есть, при очень высоких сахарах на тренировку идти нельзя. Сахара мы сначала опускаем, перемеряем, перекусываем и идем на тренировку. Если же мы начали регулярно заниматься спортом, при диабете, естественно, у нас начинают снижаться сахара. То есть, у нас могут начаться гипогликемии. Поэтому, если мы полностью меняем образ жизни, уходим в спорт, уходим в правильное питание, естественно, у вас сахара будут ниже. И тогда мы будем корректировать сахароснижающую терапию под ваши нагрузки. То есть, бояться этого не нужно. Нужно просто нагрузки, диету и терапию диабета обсуждать с врачом. И тогда у нас есть вероятность снизить сахароснижающую терапию, снизить ваши привычные сахарадонормы, укрепить сосуды, перестроить тело. То есть, если раньше у нас тело было обвислое, с избытком массы, мы можем подтянуть тело, можем достичь идеальных форм при диабете. Но все это требует присутствия врача. То есть, самостоятельные какие-то экстремальные нагрузки для вас опасны. Поэтому занимайтесь спортом осознанно с врачом, с подбором диеты и с подбором терапии. Тогда у вас будет идеальное самочувствие.